Легкий сборный строительный материал, который используется как для внутренней, так и для внешней конструкции. Он одновременно обеспечивает устойчивую структуру, звукоизоляцию, а также огнестойкость. Это автоклавный газобетон. Именно о нем сегодня и пойдет речь. Меня зовут Асем Хасенказа. Вы смотрите программу Made in KZ. Мы находимся в Алматы. Как же здесь производят автоклавный газобетон, узнаем прямо сейчас. Поехали. Облегчить материалы для каменной кладки стен люди пытались еще со времен Римской империи. Сегодня газобетон является одним из самых востребованных материалов стройиндустрии в мире. Его применение позволяет сократить коэффициент теплопроводности, массу конструкции и расходы на строительство. Запатентован газобетон был в Швеции в 1922 году. Несмотря на удивительные свойства материала, его массовое производство началось только в 1927 году, то есть спустя пять лет после рождения на свет. После Второй мировой войны, когда надо было быстро и экономично восстанавливать разрушенные здания, производство этого строительного материала существенно выросло. Для производства газобетона необходимы песок, цемент и известь. Их алматинская компания закупает из Копчега и Жамбылской области. Перед тем, как попасть в основной цех, сырье необходимо подготовить. Так песок подают в такую мощную и шумную мельницу, шаровую мельницу, где его измельчают. Песок смешивают с водой, получается шлам, который затем по трубам насосами перекачивается в основной цех. Тем временем известь измельчают в два этапа. Сначала в специальной дробилке, после чего так же, как и песок в шаровой мельнице. Измельченную известь перекачивают в силосы, а затем шнеками подают в основной цех. А вот и основной цех. Здесь подготовленное сырье, песок, цемент и извести воду помещают в смеситель. Туда также добавляют алюминиевую пудру. Это газообразователь, отвечающий за формирование газобетона. В таком бункере компоненты строго в регламентированных дозах перемешиваются около пяти минут. В результате получается густая масса. На предприятии внедрена автоматическая система управления БСУ. А это операторская. Специалист следит за точным выполнением машин всех поставленных задач. Теперь этап заливки форм. Хорошо перемешанная до сметанообразного состояния масса. По давлениям выгружается из смесителя и разливается по формам. Объем каждой из которых – три куба. Отмечу, заливка форма осуществляется только на две трети высоты, поскольку позже масса, как тесто, начнет подниматься. После этого формы по местной ЖД-дороге отправляются в зону предварительного созревания. Это такой горячий тоннель. Здесь в течение трех часов при 80 градусах по Цельсию, параллельно с реакцией газообразования, смесь набирает прочность и твердеет. Отмечу, на каждом этапе производится контроль качества. Это уже зона резки. На станок массив газобетона доставляют при помощи мостового крана. На линии при помощи кантования, то есть переворачивания, происходит струнная резка. Горизонтальная и вертикальная. Получились такие геометрические идеальные блоки. Их загружают в тележки и загоняют в автоклав. Обработка строительных блоков в автоклаве является отличительной особенностью производства качественного газобетона. Она позволяет сократить сроки набора прочности, повысить конечную прочность блоков. Автоклавирование проходит при температуре 200 градусов и давлении 12 атмосфер. После обработки газобетон поступает на участок упаковки. Здесь он укладывается на деревянные подоны, упаковывается пленкой и отправляется заказчикам по всему Казахстану. Благодаря экологически чистым компонентам, отработанной рецептуре, качественному оборудованию и 90 профессионалам своего дела, алматинское предприятие производит 300 кубометров газобетона в день. По сути, работает экономика простых вещей, то есть замещение импортных товаров на местной избиркой Made in KZ. Сегодня автоклавный газобетон широко используется при строительстве практически любых зданий. Это могут быть и промышленные, и производственные, и жилые комплексы. Вот такие вот блоки имеют удобные размеры, благодаря чему складываются гораздо быстрее, чем, к примеру, обычный строительный кирпич. Алматинское предприятие открылось всего год назад, однако уже зарекомендовало себя как надежного производителя и поставщика. Качественно, надежно, безопасно и доступно. Вот так производят в Казахстане. Казахстан Продолжение следует...